добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь сегодня мы рассмотрим автомобиль который находится у нас в наличии в нашем автосалоне по адресу город краснодар улица российская 263 это lexus rx 350 последняя модель машина у нас гибридная очень интересная для рынка америки давайте рассмотрим что же это за автомобиль итак стоит начать с того что же такое автомобильная марка lexus это премиум бренд от тойота который был разработан специально для того чтобы выйти на рынок америки и это означает что автомобили lexus у нас будут на ступеньку выше чем тойота то есть нужно как бы удивить потребителя тем более потребитель американского рынка у нас очень сильно хочет больше комфорта больше люкса и так далее ну и здесь на самом деле такое имеется начинаем с внешнего вида машина у нас снимет переработанный дизайн но при этом в принципе понятно что это модель rx она осталась также стоим в классе своих размерах узнаваемые черты дизайна lexus вот допустим если мы обратим внимание даже на фару вот такая вот галочка у нас принципе на всех моделях lexus уже много лет присутствует это их такая фирменная черта и решетка радиатора такая вот x-образная здесь она тоже была переработана на современный лад не стали делать прям массивную такую решетку здесь она видите сверху у нас как бы закрыта и снизу уже она собственно сквозная к радиаторам проходит сами фарики я говорил у нас фирменная галочка lexus и внутри у нас присутствуют светодиодные модули с линзой это значит что у нас свет будет отличный в любых погодных условиях что ночью что днем что снег в дождь и так далее это очень важно для безопасности те кто перемещается на этом автомобиле и окружающих на автомобиле у нас стоят оригинальные 21 колесные диски очень эффектного дизайна и что примечательно они у нас идут с полированной лицевой частью и окрашены в серый глянец такой графитовый цвет который у нас тоже встречается на автомобиле спереди на решетку радиатор но общем все такое вот у нас в одном стиле и гармонируют и сочетаются друг с другом зеркала здесь на самом деле очень эффектно у них такая большая массивная ножка хромированная вставка очень интересная форма а если посмотреть на сам зеркальный элемент у нас там присутствует специальная индикация слепых зон автомобиля заднем бампере установлены специальные датчики которые смотрят за объектами которым назад с другими машинами если вдруг вы едете абсолютно где где угодно в городе по трассе и так далее и машина у вас находится сзади в слепой зоне то lexus вам об этом скажет предупредить что не стоит перестраиваться потому что сзади есть какое-то препятствие далее что у нас есть опциональная панорамная крыша она у нас видно что черная собственно стекло рейлинги на который можно установить багажную систему тоже очень удобно для перевозки крупногабаритных каких-то грузов и либо бы большого количества вещей в дальнюю дорогу ручки у этого автомобиля очень необычные они у нас сделаны ну вроде бы такой классический вид но при этом за них нельзя потянуть как обычно у нас там внутри находится кнопка то есть вы за нее беретесь тянете на себя кнопка нажимается и дверь открывается тоже очень интересно сделано и также у нас здесь присутствует бесключевой доступ что на передних дверях что на задних и вдобавок к внешним и стандартным ручкам у нас еще и в салоне ручка тоже преобразилась нет привычные нам всем ну стандартная ручка за которую мы тянем и открываем дверь здесь у нас тоже вот такая вот вот такой спрятанный элемент на который нужно нажать и дверь открывается ну естественно здесь стоят электрозамки раз у нас кнопка снаружи изнутри и в экстренных ситуациях если с машиной вдруг что-то случилось в дтп или в какой-то нестандартной ситуации и всегда можно открыть изнутри механическим путем просто потянув за эту самую ручку два раза им дверь спокойно уже открывается тросиком который у нас находится внутри двери все очень продумано современно и интересно еще что очень приятно и полезно что по всему низу автомобиля что на переднем бампере на порогах на заднем бампере у нас присутствует черный текстурный пластик сделано это для того чтобы при езде по бездорожью по плохим дорогам ну и в принципе пескоструй который у нас встречается абсолютно на любой дороге даже на асфальтированный он портит лакрашенное покрытие вот как раз таки на ну так как это кроссовер машина предназначена для того чтобы двигаться по дорогам не самым лучшим естественно там у нас машина может страдать лакрашенное покрытие и поэтому снизу у нас везде присутствует черный матовый пластик для того чтобы не так было сильно видно повреждение которые могут появляться и в принципе он более устойчив ко всем повреждениям которые могут быть по сравнению с лакрашным покрытием стандартным на автомобиле задняя часть автомобиля у нас тоже изменилось у нас здесь появился такой массивный фонарь который проходит через всю ширину автомобиля он у нас цельный тоже это собственно современно в нынешних тенденциях и в нем у нас внутри встроен сам логотип надпись lexus хромированная очень классно выделяется под ним у нас находится камера заднего вида для удобства парковки труднодоступных местах потому что все-таки автомобиль у нас не самый маленький и это будет очень полезно и тут же краски можно увидеть партроники на заднем бампере чтобы еще более удобно парковаться по дизайну еще хочется добавить что присутствуют декоративные элементы в виде фальш воздухозаборников которые придают немножко контраста задней части и делают ее более такой объемной и фактурной и интересной переходим к багажнику этого lexus на самом деле достаточно большой вместительный не скажу что он уступает своим конкурентам в объеме что у нас тут есть во первых это шторка которая выдвигается для того чтобы отгородить пространство вещи точнее которые находятся у нас багажнике вот пространство салона очень большое количество разных крючков что сверху для того чтобы подвесить вещи что снизу чтобы закрепить сетку либо какой-то груз и так далее и на левой стенке багажника у нас имеется прикуритель для того чтобы вы могли заряжать устройство которое будете перевозить с собой очень удобно что это сделано у нас в багажнике тоже и две кнопки для того чтобы складывать задние кресла даже сейчас вам покажу очень интересно что у нас при складывании заднего ряда сидений образуется ровный пол значит что вы можете привести гораздо больше вещей каких-то громоздких больших абсолютно куда угодно ну и там же на левой стенке багажника у нас имеется сабвуфер музыкальной системы также открываем подпол тут у нас сразу видно запасное колесо он тут не полноразмерно но в принципе автомобилях этого класса она везде такое идет там крат и там же у нас присутствует комплект для замены этого самого колеса перемещаемся в салон и во-первых что хочется отметить на здесь присутствует отделка из кожи есть на самом деле на большом количестве элементов это естественно сиденья руль подлокотник центральная консоль и дверные карты сидение здесь большим количеством электро регулировок вентиляция подогрев все это присутствует и также поясничная подкачка у нас здесь есть далее на руле у нас игры обшит кожи имеются здесь лепестки справа стандартное управление круиз-контролем слева мультимедиа система регулировка руля у нас полностью электронный но опять же это у нас lexus все-таки автомобиль должен обладать премиальными функциями здесь это имеется приборная панель на здесь полностью электронная имеется большое количество различных дополнительных экранов с выводом информации об автомобиле и тут же у нас помимо стандартных приборов скорость и так далее у нас имеется показатель режима гибрида то есть сколько надо отдает мощности и так далее это у нас здесь тоже все выводится большой действительно прям большой экран мультимедиа очень интересно что переключатели температуры климат-контроля системы которые здесь имеются у нас встроены прямо в стекло необычное решение я честно говоря даже не помню встречается ли где-либо такое но я такого наверно не видел даже то что она здесь имеется это естественно навигация мультимедиа системы то есть прослушивание музыки с радио bluetooth carplay android auto и так далее подключение телефона настройки автомобиля тут у нас присутствует выбор режимов вождения на стандартно эко нормальный и спорт режим также еще один режим который можно настроить под себя различные помощники при вождении так как здесь есть система радара спереди камера в лобовом стекле то есть машина может понимать что спереди приближается какое-то препятствие именно автомобиль который может оказывать опасность на дороге и собственно это все предотвращать переходим далее информация о поездке то есть машина вам показывает текущую скорость расход протяженность поездки и так далее далее у нас что здесь есть энергопотребление то есть тот самый режим гибрида где у нас показано заряд электро батареи которая установлена в автомобиле режим полного привода эта машина у нас да не передний привод на потому что бывают разные комплектации а именно полный привод все-таки это кроссовер здесь это должно быть датчики давления в шинах присутствуют и настройки дополнительные по автомобилю и снизу также на этом экране у нас присутствует постоянная панель на которой находятся кнопки включения подогрева либо вентиляции сидения отдельное меню климат-контроля и тут у нас есть интересная функция это режим s flow то есть прямая подача воздуха только на сиденье на которых сидят у нас люди в салоне тоже очень интересно что можно даже такое здесь выбирать далее имеется отдельное меню быстрого доступа где можно переключить режимы вождения включить или отключить различные датчики и включить максимальный обогрев либо максимальное охлаждение салона автомобиля и снизу также у нас на этом же экране регулируется система климат-контроля на центральной консоли у нас здесь тоже на самом деле есть много чего интересно во первых это два разъема избитые пси для зарядки ваших устройств отдельная такая скрытая полочка можно получить мелкие вещи либо телефон карман который мы открываем там у нас еще на самом деле очень много портов для зарядки это стандартный usb 20 и избитые пси и прикуриватель для подключения дополнительных устройств слева у нас снизу еще находится беспроводная зарядка для телефона и справа еще одно место для хранения ваших вещей далее переходим два подстаканника один из которых может становиться больше уходить туда вглубь это кстати черта американских автомобилей на них сейчас такой есть потому что там размера стаканов побольше чем у нас и собственно это здесь тоже предусмотрено и переработанный рычаг кпп у нас здесь включается на самом деле очень необычно то есть что перейти в драйв мы отодвигаем его влево и вниз передвигаем задняя передача также влево и назад и режим спорт просто вниз тоже очень такой компактный интересный и классно сделан и под ним находится несколько кнопок первое это включение режима гибриде чтобы машина ехала только от батареи второе это кнопка авто холд тот самый ручной тормоз отдельно кнопку ручного тормоза кнопка отключения стабилизации и включение режима езды по бездорожью подлокотник открывается у нас тут на две стороны тоже очень удобно для пассажира для водителя то есть вот так вот раз и два и кстати если вдруг приобрели автомобиль с кожаным салоном вдруг вас не устраивает качество отделки кожи качество материалов или цветовая палитра или в допустим вы хотите добавить где-то элементы кожаные что-то перешить и так далее вы можете обратиться в наши тюнинг-центры потому что именно там мы занимаемся полной переделкой салонов у нас уже огромный опыт в этом мы на самом деле выполнили большое количество сложных интересных проектов поэтому обращайтесь про тюнинг за лучшим качеством работ перемещаемся на задний ряд во первых сколько здесь места вот я сейчас сижу когда я вышел сиденье немножко отодвинулась назад для более комфортного выхода из автомобиля и здесь у меня еще на самом деле огромный простор прямо передо мной поэтому точно машина вместительная и еще что очень удобно что спинки заднего ряда сидений могут откидываться еще назад и вот в таком положении прям практически полу лежачим можно перемещаться с достаточным комфортом на далекие расстояния тут у нас имеется подлокотник для двух пассажиров место для хранения вещей задних пассажиров и я хочу сказать что на самом деле она даже побольше чем в наверное в 95 процентах остальных автомобилей которые нас имеется по что обычно место прям очень мало подставка два подстаканника и на центральной консоли у нас имеется еще две зарядки юсб тайп си регулировка климат-контроля для задних пассажиров и даже на задних сиденьях у нас есть вентиляция и подогрев в общем на самом деле для автомобиля такого уровня это достаточно большое количество очень классных люксовых опций что отличает его от своих конкурентов и так что же у нас находится под капотом это автомобиля что является его сердцем которых тут на самом деле два как я говорил машина гибридная и это не тот уже привычный нам гибрид который сейчас ставится в китайские автомобили где у нас двигатель внутреннего сгорания выступают в роли генератора то есть просто заряжает батарейку а передвигается машина с помощью электромоторов тут же у нас гибрид не пассажировательный а параллельно это значит что в движении колес принимают участие как электромотор так и двигатель внутреннего сгорания сам мотор у нас бензиновый это рядная четверка объема не два с половиной литра и совокупная мощность всего автомобиля 250 лошадиных сил по итогу получается что действительно lexus держит свою марку это автомобиль который на самом деле обладает очень большим количеством приятных люксовых функций машины находятся в наличии в нашем автосалоне по адресу город краснодар улица российская 263 самое главное что эта машина у нас с гарантией на три года поэтому при ее покупке вы можете не переживать что с ней что-либо случится это отличает наш автосалон от других также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал потому что именно там мы выкладываем все автомобили которые у нас в пути в наши автосалоны и машины из наличия не забывайте что у нас есть сон не только в городе краснодар но также в городе москва и подписывайтесь на наш youtube канал на котором выходит этот видеоролик обязательно пишите комментарий что вы думаете об этом автомобиле и ставьте лайк а